Даже новогодние каникулы не стали причиной остановки работ. На отдых отвели всего три дня и стройка продолжилась. На однопролетном путепроводе строители уже возводят опоры, которых на этом участке будет две. На первое и четвертое сейчас испытывают грунт. На прочность, говорят, результат положительный. Скоро субподрядчик приступит к укреплению грунта. Кстати, все металлоконструкции для будущего моста уже привезены в краевую столицу и находятся на площадке. По графику у нас на апрель месяц запланирован уже монтаж пролетных строений и маленького путепровода железобетонных строений и большого путепровода по монтажу металлических пролетных строений. Конечно, горожане по-прежнему говорят о неудобствах, которые приходится испытывать из-за ремонта. Но многие уже смирились и ждут окончания строительства. Здесь важно, как в ремонте, в жизни. Делаешь в квартире ремонт, испытываешь неудобства. Но зато, как только это сделал, все получается хорошо и здорово. Насколько будет хорошо и здорово, автомобилисты и пешеходы смогут оценить уже к ноябрю. Хотя, возможно, и раньше. По контракту у нас ввод объекта в эксплуатацию в ноябрь месяц. Попробуем рассмотреть. Я думаю, где-то может быть в конце февраля, в начале марта какую-то подвижку и в сторону ускорения. Это зависит от поставщиков. Много-много от чего зависит. В числе причин также выделение железнодорожниками производственных окон только в ночное время, график работ субподрядчиков, факторов много. Но к сроку мост будет готов, уверен Вячеслав Франк. Как и в том, что новая транспортная артерия порадует всех жителей и гостей Барнаула. Татьяна Голубева, День с толком.